Дело не в том, что у нас после войны такая синусоидная рождаемость, а дело в том, что эта синусоида затухающая. То есть мы, как русские, в широком смысле слова, как жители России, мы вымираем. И если все пойдет вот так, с пособиями добавим, даже еще что-то, то к концу столетия нас останется половина от нынешнего населения. Какой его будет этнонациональный состав, я даже не обсуждаю. Мы вымираем, страна вымирает. Мы говорим, нужно рожать, помешать демократии. Государство их не дает им никакого поощрения, а выпускает своих чиновников, которые говорят, мы вас рожать не заставляем. Падение рождаемости нижгородцы связывают в основном с уровнем жизни. Конечно, сказывается, потому что зарплаты маленькие. Цены растут, чего? Все это социально идет, денег нет, жить нигде. Когда некуда поставить ребенку кроватку, как это сказывается? Наверное, сказывается. Принимают решение люди с учетом, как сказал Сергей Васильевич, всех обстоятельств. Работа, жилья, перспективы, что со страной происходит, позицию государства. Если государство говорит, вы сами там разбирайтесь, все понимают, что значит решение. У нас в стране больше полутора миллиона многодетных семей. Они уже приняли решение. У нас 6 тысяч семей, больше 8 детей. Вы что, не понимаем, что государство у нас не понимает? Нам что, нужно проводить исследования лет 30, что если у тебя 8 детей, то ты в 5, 7, 8 раз хуже живешь, чем твой сосед с одним ребенком? Нужно сегодня ставить перед нашим государством, президентом и правительством вопрос о том, что демографические проблемы – это есть демографическая катастрофа для России. Потому что огромная территория, на которой могло бы проживать, не меньше, чем, по крайней мере, в США, 300 миллионов человек или там даже больше, она практически не заселена. Но самая большая ценность – это человек, это люди. И если у страны нет населения, то никакой экономики развиваться не может. Мы зайдем все равно в тупик. Если, так сказать, покопаться глубже в этой проблеме, оказывается, что сверхсмертность молодежи у нас практически не начала снижаться в стране, несмотря на наши успехи в повышении… Абсолютно правильно. Вообще это такое аномалия именно для нашей страны. Ожидаемой продолжительности жизни, да. Поскольку нет доступа у молодежи к стратегиям позитивной социальной мобильности, у нас колоссальный разрыв в региональной смертности, который связан напрямую с экономикой и условиями жизни людей. У нас даже между мужской и женской продолжительностью жизни не катастрофа, то есть у нас мужчины умирают в цветущем возрасте. Потому что экология нарушена, потому что питание безобразное. В заработной неделе, смотрите, все разваливается, не знаю. Врачей нету, бесплатная медицина как бы гаснет, все гасает, на платной нет денег у людей, потому что зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Достаточно сложно заработать сейчас деньги, найти даже работу. Все-таки дети – это очень дорого. А нужно заниматься положением людей, реальным положением, социально-экономическим положением людей. Прежде всего заплатить за труд достойную зарплату. Не может бедный работающий человек быть бедным. Это недопустимо. Это даже парадокс в нашей стране. Это колоссальное катастрофическое явление. Отсюда и, конечно, цифры рождаемости и смертности. У нас яма. Умирают здоровые мужики, здоровые парни, которые сидят у нас в охранниках вместо инженеров и, соответственно, рабочих, квалифицированных и так далее. Всякой другой дурью занимаются, которая их заставляет. Кто заниматься? Государство. Это разве не демографическая политика? И по поводу присутствия демографической политики она есть. Вот смотрите, введение пенсионного возраста – это удар по бабушкам и удар по рождаемости. Повышение пенсионного возраста. Ну, да, я понимаю. Это разве не демографическая политика? Это что означает? Да наплевать, как иду с дела реально. Наплевать, что вымирание страны. Наплевать. Субтитры сделал DimaTorzok